Большие панды помогают Китаю развивать дружеские отношения со странами по всему миру. В провинции Фудзянь используют искусственный интеллект для защиты дикой природы. В пекинском аквариуме живет самый крупный осетр в Поднебесной. Братья из провинции Цинхай стали хранителями дикой природы. В Юнане заботятся о популяции азиатских слонов. В Чунцине впервые обнаружили оцелота. Золотистые курносые обезьяны выводят потомство в высокогорных районах Поднебесной. В природном заповеднике Кунлунхэ запечатлели редких зеленых павлинов. В далеком 1961 году во Всемирном фонде дикой природы выбрали своим символом большую панду. Основатели хотели, чтобы логотип был понятен и узнаваем во всех уголках мира. И черно-белый медведь как нельзя лучше подходил на эту роль. Сегодня эти очаровательные любители бамбука по-прежнему помогают странам и народам объединяться и укреплять сотрудничество. И такое партнерство даже обрело свое название – панда-дипломатия. Но, конечно, больше всего международному сотрудничеству по сохранению этого редкого вида рады зоологи. Они уверены, что совместная работа по защите больших панд воплощает дух мира и дружбы между всеми континентами. Благодаря этому мы передаем культурную концепцию мира, сотрудничества и защиты окружающей среды на межгосударственном уровне. Одновременно стимулируются обмены между народами Китая и стран-партнеров. В последние годы число больших панд, которых отправляют погостить в заграничные зоопарки, значительно увеличилось. В Поднебесной систематически совершенствует механизм управления международным сотрудничеством в этой сфере. Китайские эксперты оказывают регулярную практическую помощь иностранным специалистам, чтобы обеспечить здоровье и безопасность этих пушистых амбассадоров дружбы и мира. Эти водноболотные угодья в усть-реки Минцзян провинции Фудзянь привлекают множество водоплавающих птиц. Столько особей, как здесь, сложно увидеть где-то еще в Китае. На этих территориях можно встретить и редкие, и исчезающие виды. Следить за таким беспокойным хозяйством всегда было непростой задачей. Контроль численности, наблюдение за поведением перелетных птиц в период миграции требовали усилий сотен добровольцев. Все изменилось с появлением технологий искусственного интеллекта. Ручные методы мониторинга были неэффективными. Они не давали точных данных для научных исследований. С установкой камер высокой четкости и при помощи искусственного интеллекта мы можем наблюдать за птицами с большей эффективностью. Автоматизированные платформы видеонаблюдения полностью ликвидировали ручной труд. Секунды уходят на то, чтобы посчитать и абсолютно точно идентифицировать вид пролетающих птиц. В свободное от пернатых время система отслеживает различные показатели состояния окружающей среды. Это дает возможность своевременно получать предупреждение о любых отклонениях и аномалиях. Помимо систем наблюдения здесь используют инфракрасные датчики и дроны. А лесники при патрулировании записывают все данные в специальные мобильные приложения. Так ни одна мелочь не останется без внимания. В горах много редких животных и ценных растений. Здесь можно встретить и неизвестные ранее виды животных и лекарственных трав. Искусственный интеллект не только помогает охранять природу, но и предоставляет ценные данные для научных исследований. Так, в национальном парке Уишань ученые открыли 29 новых видов только за последние три года. В пекинском аквариуме уже 9 лет живет настоящий великан – китайский осетр. В 2015 году эту самку случайно поранили рыбаки. Но специалисты научно-исследовательского центра рыбного хозяйства на реке Янцы вовремя нашли ее и привезли в аквариум, где смогли вылечить от полученных ран. Это самый крупный китайский осетр в стране. В прошлом году рыбка прошла медосмотр, который показал, что ее вес около 300 килограммов, а длина – 365 сантиметров. Рыбе дали имя хуфу, что можно перевести как «счастье, пришедшее на склоне лет». Китайские осетры живут в среднем до 40 лет, а когда хуфу привезли в пекинский аквариум, ей уже было за 30. Так что сегодня это настоящая бабуля в мире рыб. С прошлого года у нее ухудшился аппетит, поэтому сотрудники аквариума кормят осетра буквально с рук. Мы каждый день наблюдаем за поведением хуфу, за изменением скорости плавания, частоты дыхания и затем на какую глубину погружается осетр. На основе этого мы определяем, болен ли он, испытывает ли дискомфорт, нормально ли развивается. Китайского осетра называют живым ископаемым. Этот вид существует на планете около 140 миллионов лет. Однако сегодня он находится под угрозой исчезновения. В Поднебесной для его защиты и восстановления популяции ведут масштабную работу, в том числе ежегодно выпуская миллионы мальков в естественную среду обитания. Этого девятимесячного дзерена Пржевальского зовут Дардже. Такое имя ему дали двоюродные братья Джоу Цзенбэнь и Санам Циринг из провинции Цинхай, которые в июле прошлого года нашли новорожденную антилопу в канале с водой. В тот момент я думал, что он умер, но потом увидел, что жив, только очень слабо дышит. Маленький Дарджей не пострадал, но был довольно слаб, и братья забрали малыша домой. Я боялся, что не смогу спасти найденыша. Когда я принес его домой, то пока припоил молоком, и постепенно он начал приходить в себя, а уже на следующее утро смог встать на ноги. Дарджей не первый спасенный братьями дзерен Пржевальского. 9 лет назад они увидели страшную картину. 17 молодых антилоп погибли от наводнения. С тех пор братья патрулируют окрестности озера Цинхай, осматривают пастбище и спасают оказавшихся в опасности животных. Чтобы дзерены могли пережить зиму, мужчины часто закупали сено за свой счет и на небольшом грузовике развозили его в места обитания животных. Эти расходы были ощутимыми для братьев, но 4 года назад власти узнали про усилия мужчин и стали предоставлять им корм для антилоп. А в прошлом году местное управление природных ресурсов и лесного хозяйства присвоило братьям звание – хранители дикой природы. Теперь мы каждый день можем видеть дзеренов, их популяция растет. Раньше у озера Цинхай численность дзеренов Пржевальского была около 200 особей, а сейчас здесь живет почти 3,5 тысячи антилоп. И в этом большая заслуга добровольцев. Сегодня таких волонтеров становится все больше, а значит и популяция редких животных продолжит расти. Провинция Юньнань на юго-западе Китая – один из основных ареалов обитания азиатских слонов. Популяция процветает благодаря местным жителям. Они прикладывают максимум усилий, чтобы мирно сосуществовать бок о бок с животными и не мешать друг другу. Слоны имеют обыкновение искать себе пищу вблизи поселений. Чтобы не допустить диких животных в жилые районы, мы готовим для них альтернативные источники пропитания за пределами деревни. Это целые горы их любимой еды – кукурузы, бананов, сахарного тростника. В окрестностях Цинченхани-Ийского автономного уезда в Юньнане в настоящее время живут 42 азиатских слона. Чтобы предотвратить возможные конфликты за жизненное пространство, за дикими животными незаметно следят при помощи дронов. Жители деревни, в сторону которой идет стадо, заранее предупреждают, чтобы они успели отвлечь незваных гостей вкусной приманкой. С помощью мобильного приложения хорошо видно – вот слоны неподалеку, а вот эта точка – наше местоположение. Между ними расстояние меньше двух километров. Такой способ наблюдения очень удобный. Но бывают дождливые или очень пасмурные дни, когда дроны использовать невозможно. Тогда приходится самим патрулировать район, выслеживать слонов. Очень важно вовремя предупредить местных жителей, чтобы держались от таких мест подальше. Благодаря такой последовательной и продуманной работе дикие азиатские слоны в местных лесах чувствуют себя прекрасно. В последние годы их популяция значительно выросла. В одном из уездов Чунцина впервые сфотографировали оцелота. Дикая пятнистая кошка попала под прицел объективов дважды. Ее запечатлела камера наблюдения. А потом сфотографировал местный житель, который рассказал, что в уезде стали пропадать домашние животные. Мы изучили видеозаписи и фотографии. Судя по размерам, пятнам на теле и другим характеристикам, мы пришли к выводу, что это дикий оцелот. Мы усилим мониторинг диких животных и активизируем пропаганду их защиты, чтобы сохранить природу. Оцелоты принадлежат к семейству кошачьих. Чаще всего они обитают в горных лесах и добывают пищу глубокой ночью. В Китае эти животные находятся под охраной государства. Редкие золотистые курносы и обезьяны недавно попали в объектив любителей фотоохоты в провинции Шэньси. Этот вид находится под угрозой исчезновения и в Поднебесной охраняется государство. Основная среда обитания этих приматов – высокогорные районы. Но в период рождения потомства – весной. Там еще слишком мало зелени. Поэтому родители вместе с подрастающими детенышами спускаются вниз в поисках свежих листьев бамбука. Золотистая курносая обезьяна – это редкий для Китая вид животных. Это уникальное природное наследие. И заниматься их защитой значит защищать экологию и биоресурсы нашей страны. Понимая повадки этих обезьян, мы можем эффективнее работать над восстановлением их популяции. В последние годы популяция золотистых курносых обезьян здесь, в горах Циньлин, заметно выросла и сегодня составляет примерно 6 тысяч особей. Растет число этих приматов и в национальном парке Шэнь-Нунцзя провинции Хубэй. Это один из крупнейших центров биоразнообразия Китая – среда обитания многих редких видов. Сегодня там живет почти полторы тысячи золотистых обезьянок. Они постепенно расширяют ареал своего обитания и освоили уже 350 квадратных километров парка. А недавно в местном исследовательском центре золотистых обезьян родилось еще 6 малышей этого вида. Показатель того, что в Китае успешно ведут работу по сохранению редких животных. Шесть дней видеограф провинции Юнь-Нань караулил, когда эти редкие зеленые птицы попадут в объектив его камеры. И вот, наконец, он получил долгожданные кадры, на которых павлины играют, кувыркаются в песке и демонстрируют свои хвосты. Мы использовали панорамную камеру с обзором 360 градусов. Это позволило нам детально запечатлеть все движения павлинов. В Китае обитает около 600 зеленых павлинов. Почти все они живут в провинции Юнь-Нань. Больше половины из них в уезде Шуанбай. Зеленого павлина в традиционной китайской культуре считают символом удачи и благородства. И называют царем птиц. Во времена династии Цин носить шляпы с зеленым павлиним пером разрешалось только самым высокопоставленным чиновникам. В наши дни в Китае этот вид находится под государственной охраной наивысшего уровня. А в Красную книгу Международного союза охраны природы эти пернаты занесены, как находящиеся под угрозой исчезновения. Субтитры подогнал «Симон»